Дополнение финальной формы вышло отличным. Оно собрало топ оценки изданий и фанатов, куча игроков вернулась в игру, трипл вайп, вон гайды снова начал делать и даже не раз в год, круто, круто. Кстати, можете посмотреть мой видос с впечатлениями от DLC. Но Destiny была бы не Destiny, если бы мы не нашли какую-то занозу, которая бы рисковала смазать хорошие впечатления. Только поймите правильно, я не хочу снова сворачивать дискус вокруг игры в сторону какого-то уныния, сильно тут жаловаться, потому что финальная форма и правда потрясающее дополнение, еще раз. Мы наконец-то получили столько крутого контента в игре, что грех жаловаться. Релиз этого аддона праздник для всех фанатов игры. Многие зашли в нее спустя годы отсутствия, чтобы попрощаться и увидеть финал саги на высокой ноте. Но именно поэтому я и считаю, что нужно быть честным все же с вами до конца и обсуждать не только то, что мне нравится и то, что может смущать тоже, а я еще на стриме с прохождением финальной формы говорил, что контент всех эпизодов этого года я проходить не планирую. В том числе по причине того, что я не хочу портить себе впечатление от сюжета и контента дополнения однообразным сезонным контентом. Но даже игроки, которые смотрят на эпизоды как на будущее Destiny, не смогут отрицать, что это не совсем то, чего хотелось бы ожидать. Давайте в этом видео я поделюсь своими впечатлениями от эпизодов и расскажу о реакции сообщества игроков на него отчасти. Но сначала напомню, что сколько бы фармы однообразных сезонных активностей от вас не требовали, вы всегда можете поручить эту неинтересную часть игры профессионалам, а именно сервису Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Когда Банжи впервые объявила о переходе Destiny 2 от сезонов к эпизодам, многие спрашивали, а чем эти эпизоды будут отличаться от сезонов? Ответы были следующими. Во-первых, это отдельные истории, которые не связаны единой линией повествования, как это было раньше. В 20 сезоне мы расхлебываем последствия того, что было в предыдущих и так далее. А во-вторых, эпизоды состоят из трех актов, то есть как бы контент, на который раздроблен один игровой год, раздроблен в свою очередь тоже на три части. Зачем-то. Но ни слова не было о том, как именно повлияет это на геймплей. Чем игра в сезоны будет отличаться от игры в эпизоды? Подозрительная тишина, да? Теперь у нас есть ответ. Вот геймплей. Завершайте патрули, открытое мероприятие, проходите затерянные секторы, собирайте данные на Нессе. Как правильно заметили на Reddit, это какой-то привет из ванильной Destiny 2, в которой после сюжетки и рейда не было эндгейм контента, и потому все, что игра тебе предлагала, это бегать по планетам, участвовать в паблик-ивентах и делать вид, что тебе это нравится. Я смотрю на контент дополнения финальной формы и вижу, что у нас тоже есть открытое мероприятие в Бледном Сердце, но которое можно фармить часа 4 подряд и ни разу не столкнуться с повторяющейся механикой. Я смотрю на контент сезона Эхо, эпизода Эхо, и вижу, что нас просят выполнять те активности, которые были добавлены в игру 7 лет назад. С одной стороны, хорошо, что они вспомнили, что в игре вообще есть Несс и Нейроматрица, тут ноль проблем, забавные диалоги отметили многие и так далее. Но на фоне контента дополнения и ожиданий, что эпизоды станут чем-то принципиально важным для будущего игры, это всё ещё выглядит пресно и уж точно не кажется чем-то изобретательным и инновационным. А кроме инфы об эпизодах, у нас никакой инфы о будущем игры нет. Можно, конечно, легко назвать тех, кто ожидал, что эпизоды будут чем-то отличаться от сезонов глупыми, заявить, что вам-то сразу было понятно, что это то же самое. Но, секунду, эти ожидания зародили в игроках сами разработчики, нам это так продавали. Об эпизодах говорили, что они будут отличаться от сезонов и внесут в повествование фундаментальные изменения. В противном случае можно было бы просто сказать, что, ну, это сезоны 2.0, чуть изменённые, но всё те же. И в целом тогда у нас было бы ноль ожиданий и ноль претензий бы было. Ну вот, я, к примеру, даже думал, что эпизоды в том виде, в котором нам их презентовали, это хорошая идея. Например, если я игрок, который играет в Destiny не за поем, а по настроению, захожу в игру раз в год или того реже, то эпизоды, которые заявлялись как независимые истории, отличный способ для меня погрузиться в небольшой сюжет, поиграть 3 недели, а потом ливнуть, потом зайти через полгода и поиграть в другой эпизод. Не важно, что я пропустил, не важно, что анонсировано, я всё равно получу какое-то удовольствие. Если сезоны это как сериал, который развивался как будто по сериям от вторника ко вторнику, от ресета к ресету, то эпизоды это как будто были бы видосы на любимом YouTube-канале. Зашёл, посмотрел, кайфанул, ушёл. Без необходимости смотреть все видосы, что выходили до этого. Минутку, сверюсь с базой данных Аванетта и гляну, не пропустила ли что-то важное. О, ээээ... Принц Ульдрен возродился. Саватун притворялась Осирисом. Союз с императрицей Каятой. Пираты? Распотин умер? Мы нашли Нептун. Пятнадцатое желание? Стазис? Нить? Рыбалка? Джохну Лехну, но ты рановато делаешь выводы. Эпизод только начался и пока не ясно, насколько классным он окажется потом. Возможно, ты и прав, выдуманный чел, который спорит со мной в видео для того, чтобы я мог продолжать развивать свою мысль, питая зрителей иллюзий и диалога. Я даже видел подобные комменты на реддите, когда чуваки пишут, что ждут, когда смогут осмотреть весь контент финальной формы, включая полный эпизод, и вот тогда сравнить с сезонной моделью. Но я всё же склонен думать, что если есть что-то большое, что готов дать игрокам этот эпизод геймплейна, мы бы это уже увидели, или нам об этом бы уже рассказали. А пока что идите делайте паблик-ивенты, делайте контракты. Давайте вернёмся назад и вспомним, как нам представляли сезонную модель в Destiny 2. Она появилась с релизом Отвергнутых, и первым сезоном тогда стал Черный Арсенал. С отдельной историей, которая не связана на событиях Отвергнутых, сезонная активность была тоже такой же базовой, как и сейчас, но с каждой недели она развивалась, предлагала уникальные пазлы на оружие, типа Йотуна, Монарха или Бремя из Занаги. В конце концов, эти пазлы все складывались в то, что мы открывали аж новый рейд. И это при том, что Отвергнутые и так подарили нам лучший рейд, последнее желание. Я не ожидаю, разумеется, ничего подобного сейчас. Я привожу это как пример того, что когда новой модели контента есть что показать, это не прячут под ковёр, это показывают сразу, потому что это то, что продаёт. А сейчас, напомню, в игре очень такой приятный онлайн за долгое время. Много игроков, как я сказал в начале, вернулись на дополнение, многие вкатываются даже с нуля. И вот кажется, нужно делать всё, чтобы зацепить этих игроков, если есть чем цеплять. Так что не думаю, что по крайней мере у этого эпизода будет чем нас ещё удивить. Это я не беру в расчёт сюжет, потому что намёками на Сундареш и Лакшми деньги-то не заработаешь. На текущий момент Банжи объявила, что будет три эпизода, каждый из трёх актов. А затем последует что-то, что называется Destiny Frontier. Ничего конкретного пока нет, но сообщество считает в основном, что после релиза Frontier мы получим ещё эпизоды, которые сюжетно перенесут нас за пределы Солнечной системы. Например, в родные миры других рас Кабау, Эликсни и так далее. Тем более на это был намёк в катсцене с Сейнтом и Осирисом, которые всегда мечтали сбежать подальше в другие миры. Это звучит логично, но всё ещё не настолько захватывающе, чтобы с уверенностью говорить о том, что добавление эпизода за эпизодом в течение двух лет, например, да или года, удержат, а уж тем более нарастят игровую базу Destiny. Лично меня в первую очередь беспокоит геймплейная сторона. Геймплей эпизодов такой же, как в сезонах. Тот же вендор в шлеме, тот же набор контрактов, еженедельный квест, набор инграм для фокусировки и так далее. Боже, на меня это навевает скуку даже тогда, когда я говорю об этом. Можно назвать это эпизодами, но у вас всё ещё сезонный абонемент, сезонный ранг, сезонный ранг, сезонный ранг, сезонные испытания. Ничего в геймплейной модели не изменилось, разве что к худшему. Теперь после того, как вы прошли три недельных квеста эпизода, сюжет ставится на паузу. И вам говорят, ждите 20 дней, потом продолжим ещё на три недели, и потом подождём ещё 20 дней. Это понятно с точки зрения дорожной карты, там по количеству контента ничего не изменилось, он просто по-другому подаётся. Но с точки зрения игрока, это выглядит как очередной таймгейт, чтобы что. Я спрашивал у себя в телеграм-канале, что вы думаете о первом эпизоде Эхо. И позитивного отклика особо не видел. Видел, что многие просто не понимают разницы так же. Ну вот какая разница? Ну вот какая разница? А ещё больше тех, кто ставит в тупик то, что после прохождения трёх недель вас принудительно останавливают. Как я говорил в начале, переименование и ребрендинг сезонной модели внушил игрокам ожидание о том, что модель обновления контента стала более интересной. Но пока, судя по первому акту первого эпизода, я сплю. Стрёмно то, что пока никто не придумал другой более успешной модели обновления для лайв-сервис игры уровня Destiny, так что тут даже не получится критикуя предлагать. Я просто не думаю, что игрокам это будет интересно на долгой перспективе. Вот мой основной месседж. Я для себя решил ещё на первой неделе после релиза финальной формы, что дальше первого эпизода Эхо вряд ли задержусь. Более-менее для меня любопытно выглядит эпизод Ересь, в котором мы вернёмся на Дредноут. Уж очень прикольно выглядит броня и оружие. Я, Владборн Фан, доволен вот этой бронёй. Но я совру, если скажу, что жду его прям жесть как. Я даже не думаю, что Дредноут прям вернётся. В сезоне глубин нам тоже как бы возвращали Титан, если помните. Но по факту это оказалось просто несколько сезонных миссий и режимов в ограниченных декорациях Титана. Я очень надеюсь, что в будущем контент эпизодов станет качественнее и уникальнее, что игрокам понравится то, что приготовили в Банже, просто пока что нам не видно всех планов. Я верю, что разработчики знают, что делать, справятся с непростой задачей поддержки проекта после завершения десятилетия и буду с нетерпением ждать новостей и следить за развитием игры даже тогда, когда уйду из неё. Но только если это не эпизоды, которые состоят из голосовых сообщений в терминале, квестов на публичные мероприятия и фарм-ресурсов, вот это не сработает точно. Спасибо за просмотр. Обязательно напишите, что вы думаете об эпизодах, увлекает ли вас их геймплей. Буду рад почитать, я стараюсь отвечать на как можно большее количество комментариев, так что пообщаемся. Счастливо! Самый лучший злочек, сэр. Отличник.